Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя, состоялось 2 октября во Дворце Культуры. День Учителя – особая дата. Во всем мире звучат слова благодарности педагогам от тех, кого не учат или давно уже выучили. Память большинства из нас сохранила воспоминания об учителях, начиная с первого класса. Это яркое свидетельство значимости профессии. Со словами благодарности за верность выбранному благородному делу, за любовь к детям, и заботу о них, к педагогам города обратились глава администрации города Игорь Ральников и депутат областной думы Олег Скобелкин. Поздравляю с вашим предстоящим профессиональным праздником. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете с любовью, делаете талантливо, профессионально. Желаю вам действительно талантливых учеников, спокойных родителей, любви, тепла, здоровья. И чтобы в этот осенний выходной день вы улыбнулись и сказали, что не зря я выбрал эту профессию. Это замечательная профессия. От администрации города, от себя лично я от всей души поздравляю вас с замечательным осенним праздником, профессиональным праздником Днем Учителя. На самом деле замечательный праздник и празднуют его, наверное, не только представители вашей профессии, но и в душе все люди, кем бы они ни работали. Потому что каждый человек, будь то чиновник, слесарь, военный, все когда-то были чьими-то учениками. Огромное вам спасибо за ваш вклад в развитие каждого человека в отдельности. Действительно, вы на протяжении всей своей работы вкладываете не только то разумное, доброе, вечное, которое положено в школьные программы, но и отдаете всем своим воспитанникам частицу своей души, с которой ваши воспитанники идут дальше по жизни. Поэтому огромное вам спасибо за ваше участие, за ваш вклад в жизнь нашей страны, нашего города. Хочется от всей души поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого доброго. Конечно, счастья, здоровья, успехов во всем, чтобы все у вас было хорошо. Почетной грамотой Департамента науки и образования Костромской области была удостоена директор детского сада номер 7 «Светлячок» Анастасия Беляева. Грамоты Думы городского округа «Городбуй» на торжественном мероприятии вручили учителю начальных классов школы номер 9 Ольге Бочаровой, учителям 37-й школы Ольге Кораблевой и Галине Смирновой, педагогу-организатору детского сада номер 2 «Ивушка» Елене Криштул, воспитателям детского сада номер 15 «Огонек» Светлане Плиткиной и Марине Смирновой, педагогу дополнительного образования центра «Уникум» Марине Сорокиной и воспитателю детского сада номер 5 «Лесовичок» Елене Царевой. Благодарности администрации городского округа «Городбуй» были удостойны учителя начальных классов школы номер 1 Наталья Баранова и Надежда Шопенко, воспитатели детского сада номер 117 «Электроник» Юлия Бережная, Елена Перская, учителя второй школы Любовь Боганова, Алла Стёба, Наталья Филипова и Нина Шишикина, воспитатели детского сада номер 5 «Лесовичок» Ольга Боганова, Любовь Панова, методист информационно-методического центра отдела образования Светлана Воскресенская, учителя девятой школы Светлана Фокина, Ирина Кривенкова и Светлана Разживина, педагог дополнительного образования центра «Уникум» Елена Кузнецова, учитель биологии школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова Евгения Московитинова и педагог-психолог также 13 школы Татьяны Сиротина. Прекрасным подарком для всех гостей мероприятия стали выступления солистов Дворца культуры Карины Смирновой, Александры Беляевой, Дарьи Чистяковой, Софии Зайцевой и Дарьи Кудринской. В этот день в адрес педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, людей, которые своим трудом и талантом создают будущее детей, открывают для них мир знаний, созидания, доброты, звучали искренние слова благодарности. Сегодня сфера образования городского округа «Город Буй» – это национальные проекты и региональные программы. Это интересные внеурочные занятия, участие в общественной жизни и многочисленные возможности для раскрытия творческих способностей каждого ребенка. С профессиональным праздником собравшихся поздравила начальник отдела образования Ольга Валенкова. Дорогие коллеги, сегодня образование – это одно из самых приоритетных направлений в государственной и региональной политике. И, конечно, от нас с вами очень многое зависит. Наши образовательные организации, педагогические коллективы – это гордость не только нашего города, но и региона. Ежегодно, традиционно стало участие наших образовательных организаций в конкурсах различного уровня, как регионального и всероссийского. И этот год для нас не стал исключением. В этом году хочется выразить глубокую благодарность, искреннюю благодарность педагогическим коллективам детского сада номер 5 «Лесовичок», заведующая Петухова Наталья Николаевна, как победителю федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования. Благодарность коллективу школы номер 1, директору Дубровина Наталья Николаевна, как победителю регионального проекта «Создание информационных библиотечных центров». Коллективу школы номер 2, директор Маланова Наталья Николаевна, победителю конкурсного отбора лучших региональных практик организации неурочной деятельности. Уважаемые коллеги, уважаемые педагогические коллективы, мы вам выражаем искреннюю благодарность за ваш труд. Мы уверены, что победа нас ждет и в предстоящем учебном году. Вы умело сочетаете в себе и ум, и доброту. Вы умеете на своих занятиях и уроках и традиции, и фундаментальные основы сочетать. Счастья вам, здоровья крепкого на долгие годы. На торжественном мероприятии грамоты отдела образования вручили воспитателям детского сада номер 2 «Ивушка» Светлане Бирюковой и Юлией Цветковой, воспитателям детского сада номер 3 «Родничок» Валентине Бледновой, Надежде Петровской, Татьяне Мартыновской, педагогам дополнительного образования Дома детского творчества Марии Виноградовой, Татьяне Елистратовой, учителям 37-й школы Татьяне Ереминой, Анастасии Шаровой, учителю иностранного языка школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова Айсель Керимовой, секретарю первой школы Анне Корневой, учителю начальных классов девятой школы Галине Молчановой, воспитателям детского сада номер 15 «Огонек» Валентине Пауковой и Марии Сатиной, педагогу-организатору школы номер 1 Елене Тихомировой и воспитателю детского сада номер 117 «Электроник» Лидии Щербаковой. После торжественного мероприятия педагоги города были приглашены в актовый зал на концерт государственной концертно-театральной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Это мероприятие стало приятным подарком не только для педагогов, но и для всех жителей и гостей города, которые окунулись в мир настоящего живого вокала. Продолжение следует...